Мечты сбываются. В этом уверено шесть новоселов, которые сегодня получили новые квартиры. Свою жилплощадь сироты ждали не один год. Ключи в торжественной обстановке вручил глава региона Юрий Бездудный. О первых эмоциях и впечатлениях счастливых обладателей собственных квадратных метров расскажем в следующем материале. Под прицелом камеры взглядами первых гостей Василиса Поздеева открывает дверь в свою собственную квартиру. Она ждала ее почти пять лет. Здесь, скорее всего, будет шкаф для ребенка. Надо будет лютку поставить, кроватку. Девушка с интересом рассматривает свое законное жилье и планирует, как расставить мебель в детской. Совсем скоро из армии вернется ее муж, который еще не видел сына. И примечательно, что семья воссоединится под одной крышей. Квартира очень уютная, теплая. Вид очень красивый на лес. Так что там и места очень много. Как раз нам, мужам, ребенкам будет очень хорошо. Так что там очень хорошо и очень рада. Новый год, не знаю, будем это отмечать так или нет. Но это большой подарок как раз перед Новым годом. На торжественной церемонии ключи от новых квартир получили шесть человек. Все они сироты, которые ждали положенное им жилье от четырех до десяти лет. Кто-то успел уже завести семью и родить детей. Например, Ольга Литкова, счастливая мама девочек-близняшек. Очень рада. Мы очень долго ее ждали. Всей семьей ждали ее долго очень. Сейчас уже начнем скоро переезжать. До Нового года успеете? Да, успеем. Мы как бы планировали до Нового года все это успеть переехать. Квартиры новоселам выделили в новом доме по улице Сущинского. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 8 секции многоквартирного дома номер 10. Сегодня мы вручили ключи от квартиры еще шести ребятам в новом доме, в новом подъезде. Зашли, посмотрели квартиры. Квартиры теплые, уютные, с прекрасным видом из окна. И в целом в этом году по программе обеспечения детей-сирот выделили 50 квартир. Считаю, что и этого мало, но это большое достижение. Потому что ребята об этих квартирах давно мечтали. И можно сказать, что перед Новым годом их мечты сбываются. До конца 2022 года в собственность детям-сиротам передадут еще 10 квартир в доме номер 3 по улице Пионерская. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север.